Чем удивит новый флагман Xiaomi Mi 9? Как он будет выглядеть, узнаем уже сейчас, за 4 или 5 месяцев до презентации. Такие нынче слухи утекают. Это Droider Show, с вами Валерий Истышев, а также поговорим о революции на рынке смартфонов. Поехали! Эта осень, или правильнее будет сказать, этот год показал нам, на что способны китайцы. Китай захватит мир. На самом деле, это уже происходит сейчас, во всяком случае, с некоторыми отраслями. Взять тот же Huawei. Раньше его, во всяком случае, в России даже не сильно всерьез-то воспринимали. Я говорю именно о смартфонах, а не вышках сотовой связи. И не сравнивали его с флагманами Samsung или Apple. Да и вообще, название странное. Huawei. А сегодня тот же P20 Pro или новый Mate кличут чуть ли не самым главным камерафоном среди всех камерафонов и смартфонов. Или взять Xiaomi. Переводится как маленькая рисинка. И не сказать, что ребята начинали прям с малого. Если посмотреть на их каталог, они как будто делают все подряд. От рисоварки до телевизора. Но не все знают, что этот бренд покрывает собой целую группу компаний. И поэтому такой спектр товаров. Важно то, что компания держит очень низкие цены и хорошие качества. При этом приятный дизайн. Буквально недавно мы увидели безрамочный слайдер Xiaomi Mi Mix 3. Точнее не мы увидели, а Боря. Увидел и снял ролик на канале. На дроидере можете найти полноценное видео об этом девайсе. А если немного копнуть и вспомнить. Изначально линейка Mix была создана для вау-эффекта. Показать на что способна компания. И пропиариться. Например, над его обликом работал известный французский дизайнер Филипп Старк. И хоть первым Mi Mix было неудобно пользоваться. Для того времени его безрамочность просто взрывала мозг. Правда, как и камеры снизу. Фронталочка. И это только пара примеров китайцев. Есть еще Meizu с армией фанатов. Есть еще Lenovo, что купила Motorola. Oppo, которые метят в премиум и выпускают гаджеты, которые тоже неплохо так удивляют. Nokia тоже сегодня китайцы. Да и в конце концов OnePlus. Бренд, любимый гиками и айтишниками. И заслуженно. Такой своеобразный пиксель Nexus среди остальных китайцев. К чему я веду? Сегодня Китай производит смартфоны всех сегментов. На любой вкус и при том с бешеной скоростью. И с ним все тяжелее конкурировать тому же Samsung, Apple, тем более Sony, HTC или LG. Так сказать, бывшими фаворитами. В итоге вот так, казалось бы, незаметно революция на рынке смартфонов уже произошла. Хотите вы этого или нет? Ну и давайте уже наконец-то посмотрим на новый флагман от Xiaomi. Не вышедший. Вот он, Mi 9. Опять спасибо Бену Гескину за красивый рендер. Кто особо внимателен, уже насчитал три камеры, расположенные как у P20 Pro. По спекам это основная на 48 мегапикселей с сенсором Sony IMX586. И еще две на 13 и 16 мегапикселей. Как раз в прошлом шоу о Nokia 9 я рассказывал о многокамерности и какие перспективы это дает производителям. Тот же супергибридный зум, ночной режим с огромной выдержкой или суперстаб. Все это, как ни странно, нам подарила компания Huawei. Ну и конечно не стоит забывать о двухкамерном режиме портрет от компании Apple. С этого все, по сути, началось. В общем, этот тренд продолжится и очень интересно за ним следить. Внутри Mi 9, опять же, по слухам, скорее всего, еще не выпущенный Snapdragon 8150, он же 855, 6, 8 и в топе даже 10 гигабайт оперативки, беспроводная зарядка, сенсор отпечатка пальцев под экраном и, внимание, модуль 5G. Именно в эту степь, похоже, отправятся все смартфоны дело в следующем году. Главное, чтобы сети пятого поколения тоже подоспели вовремя от операторов наших российских. Вот такой Xiaomi Mi 9. Пишите в комментариях, что вы о нем думаете. Конечно, это еще пока только ранние слухи и внешний вид, это скорее только концепт, но я думаю, что большинство из этих слухов точно подтвердится. Процентов на 90. Особенно про камеры. Следующие новости из Тано Самсунг. О Galaxy S10 мы уже практически все знаем, но, похоже, корейцы готовят еще какую-то Lite-версию. И это не будет бюджетная версия, как обычно принято. Точнее, она будет стоить дешевле, но при этом с почти такой же топовой конфигурацией. Примерно та же история, что и с iPhone XR. 855 Snapdragon внутри 4 или 6 гигов оперативки экран Infinity-O с дырочкой под камеру. Ну и ждут новинку по цене от 650 или 750 долларов. А покажут новинку, скорее всего, в феврале вместе с S10 или чуть позже на MWC 2019. И туда и туда мы, скорее всего, поедем. Так что подпишитесь на канал Droider, чтобы не пропустить видео оттуда и нажмите на колокольчик. Почему я ткнулся на колокольчик, не знаю. Вы знаете, где он. А чего я совсем не ожидал? Вот этого. Именно так покемоны в кино мохнатые и плюшевые, какими мы их не привыкли видеть. В общем, при желании можете посмотреть недавно вышедший трейлер этого чуда. Называется «Покемон. Детектив Пикачу». Сюжет даваться не буду, но почему-то захотелось с вами этим поделиться. А главное, озвучивать мохнатого электрического хомяка будет Райан Рейнольдс, он же Дэдпул. И вместе с ним, я думаю, прилагаются и его шуточки. Ну и на этом все, друзья. Но перед тем, как закончить выпуск, я хотел отдать дань уважения одному из главных людей в мире комиксов. Стэну Ли. 12 ноября скончался создатель самых известных персонажей Марвел. Человека-паука, Людей Икс, Халка, Железного Человека, Фантастической Четверки и многих других. Стэну Ли было 95 лет, но это не мешало ему отыгрывать камео в каждом новом фильме по комиксам. Мощный был старик. Ну а теперь совсем все. Спасибо за просмотр. Это Дроидер. С вами был Валерий Истишев. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе технологий, гаджетов и всего, что вокруг этого. До встречи в будущем. И лайк, если вам нравится то, что мы делаем.